Мой дом, моя крепость. А еще и крыша над головой, и теплый очаг, уют и комфорт. А когда всего этого нет, жизнь становится какой-то неполноценной. За последние два года объемы строительства, особенно жилищного, существенно увеличились. Этот фактор позволил не только преобразить и возвести целые микрорайоны, но и решить копившиеся долгие годы проблемы социального плана, когда целые семьи вынуждены были ютиться в малогабаритных квартирах и домах, что порой приводило не просто к нарушению баланса, а к разводам и другим не очень-то приятным последствиям. В процессе строительства, по указанию главы государства, акцент сделан на обеспечение жильем малоимущих граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями. В Бухарской области запланировано в этом году сдача в эксплуатацию более полутора тысяч домов. Уже 420 семей получили заветные ключи. Каждый день испытывает новыми препятствиями. Также в жизни человека открываются широкие возможности. И этот непрерывный процесс как бы возвышает его как личность, востребованную в обществе, придает еще больше сил. Потому каждый миг мы встречаем с большими надеждами и добрыми намерениями. Это в частности относится и к семье Хорьярдиевых, проживающей в скромной обители Кишлака Арабхона Бухарского района. 10 из 14 членов семьи имеют проблемы со слухом и речью. Инвалид второй группы Малахот Хорьярдиева таким образом провела 50 лет своей жизни. День сменяет ночь, так и проходит время. Она не знакома с хрустящим шелестом листвы, журчанием воды. Не может, как все, говорить с другими. Но все же сердце открыто для всех. Душою она благодарна за каждое мгновение жизни. Это дерево у ветхого двора, ворота, открывающиеся каждое утро, словно в ожидании чуда, грустные глаза 19-летней дочери Мафтуны, боль в сердце женщины, живущей в родительском доме. Но она не теряла надежды на лучшие дни. Широкомасштабные работы по обеспечению постоянным жильем граждан, не имеющих своего места жительства, нуждающихся в социальной поддержке инвалидов, осуществляемых на основе идеи нашего президента, озарили светом многие семьи, сердца тысяч соотечественников, среди которых и Малахот Хорьярдиева. Новый день подарил безграничную радость тем, кто в течение многих лет не имел собственной крыши над головой, а теперь стали обладателями современного жилья. В канун 27-летия независимости нашей страны, в сердце древнего, вечно молодого и священного города Бухара, в ансамбле «Ля Бихауус» более 240 таким схемям, благодаря безграничному вниманию и заботе главы государства, вручили ключи от новых квартир, сертификаты и ценные подарки. Смотритесь в их глаза, излучающие светлые лучи счастья. Субтитры создавал DimaTorzok 104 владельца новых домов – это люди, имеющие инвалидность, 137 представителей малобеспеченных, нуждающихся в социальной защите семей, матери-одиночки. Первоначальные взносы всех двух-трехкомнатных квартир, предоставленных на основе льготного и поотечного кредита, людям, обратившимся за помощью в виртуальную и народные приемные президента, были покрыты за счет выделенных государством средств. Так была решена самая главная проблема, что кардинально изменила их жизнь в лучшую сторону, укрепила веру в государство. Завтрашний день. Человек и его интересы, прекрасные ценности нашего народа, доброта и милосердие в основе отеческой заботы руководителя страны, государственной политики, направленной на создание достойных условий для людей. Тепло добродетелей дошло и до сердца инвалида второй группы малоход Хорьордиевой, проживающей в тесноте с 19-летней дочерью Мартуной в родительском доме в Кишлаке Рапхана Бухарского района. Теперь все иначе. Трехкомнатный новый, уютный и современный дом, ее уголок, ее простор. Каждое утро встречалась с мольбой о том, чтобы и у меня была своя крыша над головой, чтобы счастливо жили с детьми, выдала замуж дочери своего дома. Я благодарна, мои мечты сбылись. Сегодня я на себе ощутила особую заботу президента. У меня теперь есть свой дом. Представляете, какое это счастье? А сколько подарков государство сделало к нам оселью? У меня одна большая цель – быть достойной такому вниманию, воспитать своих детей преданными своей родине людьми. И этим мечтам порывам нет конца. По телевидению показывают людей, живущих в трудных условиях, в подвалах домов. И сегодня государство на основе инициативы президента прилагает все усилия, чтобы найти путь к сердцу каждого нашего соотечественника. Мы видим это на практике. Во время предвыборной встречи глава государства говорил, что будем строить будущее со всем народом, создадим все условия для достойной жизни людей. В основе всех указов и постановлений президента, проводимых реформ, интересы народа. Главное – каждое начинание полностью реализуется. Народ видит единство слова и дела. Такие усилия, пропитанные гуманностью и созиданием, прежде всего, результат политической воли нашего президента, осуществляемых масштабных преобразований на местах, предоставляются льготы как для граждан, так и строителей. Благодаря реформам за последние два года в Бухарской области как никогда возросли объем и масштабы строительства жилья. Если в 2017 году в области построены и сданы в эксплуатацию 17 двух- и многоэтажных домов, 1168 домов, то в текущем году ведется строительство 26 двух- и многоэтажных домов, 1340 домов на двух четырех сотках земли. Сегодня города и районы Бухары словно огромная стройплощадка. Как результат, благоустраивается местность, в том числе самые отдаленные селения. Это, конечно же, позитивно сказывается на настроении людей, на их душевном подъеме. Усиливает стремление к уюту и комфорту. В массиве Худжаберги древнего города Каган для семей Махалинского схода граждан Буньоткор, которые проживали многие годы в трудных условиях, в построенных в основном век назад и полностью прогнивших без ворот с общим двором домиках, возвели 78 новых домов на двух сотках земли каждой. 11 из них на территории, можно сказать, нового Кагана выделены нуждающимся в социальной защите, имеющим инвалидность, людям без постоянного места жительства. От безысходности семья Шоназара Кучкарова и Ченигуль Тимировой, где воспитываются двое детей, осталась на улице. Последним местом пребывания для них стало бывшее здание старой больницы без элементарных условий. Внедренная в нашу жизнь эффективная система постоянного диалога с народом проливает свет на многие проблемы, до сих пор остававшиеся в тени. Так и для этой семьи трудные дни уже позади. Я много лет работал на руководящей должности и сегодня потрясен, видя такие изменения в жизни людей. Вручение 210 семьям ключей от современного жилья. Ранее ни один сумм не оставался в распоряжении области. Сегодня все по-другому. Остается лишь грамотно распорядиться созданными широкими возможностями. Своё жильё укрепляет семью, положительно сказывается на воспитании детей, повышает культуру. Насиба Искандарова из Хорезма, заключив брак, мечтая о счастливой семейной жизни, переехала в Каган. Но судьба распорядилась иначе. Она столкнулась с тяжёлыми испытаниями. После смерти супруга с тремя детьми осталась на улице. Не имея ни прописки, ни постоянного места жительства, поступает на работу в одно из строительных предприятий и находит в себе убежище в глинобитном помещении, которые служат как жильём, так и рабочим местом. Готовит рабочим горячее питание, работает на технологической линии. И каждый день, видя грустные взгляды своих детей, её сердце будто разрывалось на куски. Но ни на день она не теряла надежды. Её мечта воплотилась в жизнь, благодаря гуманной политике президента. Сердце матери переполнено чувством радости. На лицах её детей появилась улыбка. Улыбка счастья. Несчастный случай приковал супруга Манзуры Хамроевой из Кагана к постели, и все хлопоты семьи легли на её плечи. Отсутствие жилья, уход за супругом-инвалидом, трудности в семье, где воспитываются двое детей, бессонные ночи стали тяжёлым бременем. Семья вынуждена была влачить существование в ветхом доме с общим двором в одном из старых махалей города Каган. В такой тяжёлой и сложной ситуации государство протянуло руку помощи и этой семье, выплатив и первоначальный взнос нового жилья. Жизнь переменилась вмиг, стала светлей, переливаясь разнообразными яркими красками. Вот в этом стареньком домике на полуторах сотках земли в Махалебу-Няткор, города Каган, проживают четыре семьи из 12 человек. Он принадлежит Ольге Трофимовой. Здесь проживает её сын, невестка, зять, две дочери и внуки. Младшая дочь Мария Коннова разведена, имеет одного ребёнка. Народ Узбекистана живёт в атмосфере мира и согласия, толерантности. Независимо от национальности, вероисповедания, каждый из нас имеет равные права. Как и Мария Коннова, переехавшая в дом в новом массиве. У Иркиной Салмирзаевой никогда не было своего дома. Воспитывая одна-двоих детей, многие годы скиталась по съёмным квартирам. Четыре года проживает вот в этой узкой комнатушке, без всяких удобств, расположенной в торцевой части мужского общежития строительного предприятия. После обращения в Бухарскую областную народную приёмную президента сбылась её многолетняя мечта. Она стала владельцем одного из двухэтажных домов с мебелью и всеми необходимыми условиями. Дочь Щербека Яхьёева и Этабора Разоковой из Гждуана, Шахинабуану, имеет инвалидность. Они и ещё две семьи проживали в тесноте в доме на трёх с половиной сотках. Семейный доход едва хватал на жизнь и лечение дочери. О собственном жилье и говорить было нечего. Теперь оно есть. Открылись большие возможности в жизни и этой семьи. Гуляндом Яхьиева из Гждуана в 2012 году после смерти супруга осталась вдовой с двумя детьми. В доме свекрови кроме них проживает ещё три семьи из девяти человек. Гуляндом Яхьиева даже и представить себе не могла, что ей и её детям выделят новое современное жильё на льготной основе. Для неё сказка стала явью. Инвалид второй группы Лола Давронова из Бухарского района вот уже 18 лет одна воспитывает троих детей. В доме её брата, который приютил их, проживают три семьи из 12 человек. Одну дочь выдала замуж и устроила на работу. Сын Мухаммаджон и дочь Ситора безработные. Семья едва сводит концы с концами за счёт всего лишь пенсии. Выделение этой семьи трёхкомнатного жилья на двухсотках на льготных условиях в массиве Чайхонча Бухарского района трудоустройство сына и дочери освободили её от многолетних страданий. Не уменьшается поток туристов в Бухару, особенно в древний ансамбль «Ля Биховус», воплощающий собой великую историю и светлое будущее. Услышав звуки торжества, разделили радость тех, кто получает ключи от новых квартир и зарубежные гости. Наряду с большими впечатлениями, полученными от посещения исторических памятников, они стали свидетелями ещё одного примера проводимой государственной политики, во главе угла которой человек и его интересы. Для владельцев новых квартир и их близких на берегу «Ля Биховус» накрыли праздничный стол. Их лица озарены светом. Этот процесс приобретает всё более масштабный характер, привнося в сердца людей с тяжёлыми судьбами, ограниченными возможностями, нуждающихся в социальной защите, свет и тепло. Не это ли главное? Та сила, способная ещё больше сплотить во имя развития и процветания родной страны. Субтитры создавал DimaTorzok